Дорогие друзья, я позволю себе так вам обратиться. Дорогие, глубоко уважаемые слушатели Ивановского городского университета, третий возраст, я очень рад, что эту предновогоднюю лекцию я имею возможность встречу провести с вами. Я очень рад, что прошедший 2018 год мы, как Ивановское отделение Российского общества знания, прожили напряженно и, я полагаю, продуктивно проработали вместе с вами. Я очень надеюсь, что и предстоящий 2019 год у нас тоже пройдет совместно с реализацией совместных инициатив, часть из которых в том числе я постараюсь осветить в сегодняшнем нашем обсуждении. Так, позвольте начать. Тему лекции первоначально я предложил более узко, с экономическим аспектом цифровых технологий. Ну, у многих из вас, наверное, уже есть смартфоны. У кого есть смартфоны? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, наверное, двадцать. Еще двадцать один. В среднем в мире примерно уже у 60% пользователей есть такие устройства, которые называют смартфоном. Смартфон — это, конечно, не единственная вещь, которая связывает нас с цифровой экономикой, с цифровыми технологиями, многое из того, что сейчас происходит, и даже для вас незаметно, является результатом применения вот этих вот цифровых технологий. Ну, из того, что, например, в самом ближайшем времени будет вам заметно, в 2019 году, это реализация общегосударственной программы по внедрению цифрового телевидения. Кто-нибудь из вас слышал про мероприятие? Вот сейчас первые регионы, в частности Тверская область, полностью перешли на так называемое цифровое телевидение. Ну, что это значит? Это значит, что благодаря построенной по всей стране системе станции для передачи цифрового сигнала каждому из зрителей становится доступны минимум бесплатно 20 каналов телевидения, которые включают в себя информационные, развлекательные, новостные и музыкальные передачи в современном цифровом качестве. В цифровом — это значит очень высокого качества изображения, очень высокое качество звука. Вот это то, что в 2019 году нам всем с вами предстоит на себе испытать. Цифровая экономика имеет очень... Ну, вообще цифровая среда имеет очень много различных приложений и применений и в экономике, и в сфере медицины, и в системе жилищно-коммунального хозяйства, которая тоже нас многими с вами вопросами задачивает. И о некоторых из этих аспектов я сегодня хотел рассказать. Первое, например, с чего бы я хотел предложить вам познакомиться, это с понятием криптовалюты. Можно следующий слайд? Кто из вас слышал про биткоины? Ну, что-нибудь кроме настороженности у вас это вызывает название? Настороженность вызывает. Ну, потому что вещь незнакомая. Да, какой от нее толк непонятный. А между тем, надо сказать, что биткоин, вот это название, это всего лишь один из вариантов так называемых безденежных расчетов. Те деньги, которыми мы пользуемся, ну, вот которые у меня там рублей 150 лежит в кармане, наличка, ну и та, которая на карточке тоже лежит, называются таким странным словом мафиатные, и у них есть один большой недостаток у этих денег. Их эмиссия происходит под проценты. Эти деньги выпускаются в экономику под проценты. И это значит, например, для того, чтобы предприятию финансировать свою деятельность, а предприятие, то, у которого вы покупаете товары и услуги, это магазин, это фермер, это производитель, это парикмахер, это таксист, это предприятие ЖКХ, для того, чтобы финансировать свою деятельность, они эти деньги берут в кредит под проценты у банков. И за эти проценты приходится нам с вами расплачиваться, они в цене товаров и услуг. И это делает немножко, а иногда даже очень множко, цену товаров, за которые мы платим с вами, выше. Вот то, что называется криптовалютами, это комплекс технологий, которые предприятиям позволяют друг с другом рассчитываться, не используя вот эти вот деньги, которые берут под проценты. Это значит, что внедряя эти технологии, предприятия смогут рассчитываться друг с другом, не нуждаясь в том, чтобы брать в долг под проценты деньги, и это значит, имея возможность снижать стоимость товара. Если такие примеры есть, в Московской области сейчас уже группа сельхозпроизводителей, это фермеры, это то, что мы раньше называли колхозами, устроили такую систему взаимных расчетов, и у них продукции примерно на 10-20% для потребителей обходятся ниже, дешевле. Почему? Потому что они друг с другом рассчитываются вот этими так называемыми криптовалютами. Они их назвали добродеги, не биткоинами. Вот эти технологии, которые называются тоже таким страшным, может быть, незнакомым словом блокчейн, ну а в переводе на русский язык это называется распределенный реестр учетных операций, ну это фактически как глобальная бухгалтерская запись, в которой учитывается кто кому что продал, кто кому что должен, для того, чтобы все могли расчеты производить. Вот эта технология, которая называется блокчейн, она позволяет предприятиям рассчитываться, не используя вот эти афиатные деньги, то есть деньги, которые берут предприятия в кредит. Это значит, что они могут больше производить, это значит, что это производство обходится дешевле, и вот наши российские предприятия, ну московские, они поближе к столице, активнее, уже эти технологии внедряют. У нас пока в Ивановской области подобных примеров я не встречал, но я точно знаю, что у нас есть ассоциации фермеров в Ивановской области. Это небольшие производители, это хозяйства, в которых работает там иногда семья, три человека, иногда пять, иногда десять человек. Они планируют подобного рода систему взаимных расчетов запускать, и я рассказываю вам об этом для того, чтобы вы знали, для того, чтобы если в вашей жизни встретятся, не пугались, но относясь к должной степени осторожности, о безопасности в цифровой среде, мы с вами поговорим. Следующий слайд. Электронная торговля. Кто-нибудь из вас заказывал товары по интернету? Один человек. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 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 один. Вот. Я тоже иногда заказываю товары по интернету. И мой сын, он пятиклассник, у него же есть небольшие карманные деньги, скромные, но которыми он может распоряжаться, он уже их тратит разумно, он ищет, где товары дешевле, и, как правило, в большинстве случаев товары дешевле оказываются через заказ в интернете. Почему? Потому что интернет-торговля позволяет исключить большое количество посредников. Почему товары в магазинах часто дорожают? Иногда это происходит по объективным причинам, ну, например, бывает неурожай какого-то вида продукции. Тогда цены поднимаются, потому что ее мало. Иногда дорожают какие-то компоненты семистоимости, но часто цена растет, потому что посредники имеют возможность за счет своего монопольного положения поднимать цену. Интернет-торговля имеет преимущество в том, что она позволяет производителям, а производители кто? Вот это конкретные фермеры, это конкретный цех, который делает, ну, какие-то несложные вещи, мебель делает. Вот. Это не только продавцы продукции, но эти поставщики услуг, например, домашний мастер, который может что-то починить, они могут продавать свою продукцию и услуги напрямую вам через вот эти интернет-площадки. То есть интернет-площадка – это определенным образом организованный сайт. Сложность его организации состоит в том, чтобы гарантировать выполнение обязательств. Вот вы не знаете того, у кого покупаете, и тот, кто вам продает, вас не знает. Задача интернет-площадки, интернет-торговли – сделать так, чтобы вы друг друга не видели, вы в разных городах живете, или, может быть, даже в разных странах, вот у меня сын, он там некоторые электронные продукции в Китае покупает. Он не знает этих китайских производителей. Но он использует электронную площадку, которая выступает гарантом, что товар придет. Если это надежная и хорошая площадка, то ей можно доверять. И даже если товар поступил ненадлежащему качеству, то не составляет проблем его вернуть, ну, посетовать на то, что некоторое время потеряно, но, по крайней мере, финансовых потерь не будет. А исключая большое количество посредников, раньше кто это были? Большие оптовые компании, которые покупают, собирают этот товар, перевозят его на склады, потом продают розничным магазинам, розничные магазины у себя продают. У них у всех возникают издержки, во-первых. Ну, во-вторых, естественно, желание немножко подзаработать, против которого тоже, ну, трудно что-то сказать. Но возникает многозвенная цепочка. Вот интернет-торговля – это устраняет посредников. Вы практически покупаете напрямую маленького производителя, который может быть в Вологде, в Норильске, а может быть в Китае или даже в Калифорнии. И он благодаря этой площадке, которая на себя берет очень важную функцию, она гарантирует, что, а, товар будет поставлен, ну, а если не поставлен, то вам деньги вернут. А производителю гарантирует, что, если он поставил товар, он деньги гарантированно получит. И таким образом, вы, находясь на очень большом расстоянии, не видя друг друга, фактически можете, ну, с достаточной степенью доверия, друг с другом строить взаимоотношения. Это очень заметно снижает себестоимость и цену товара. По прогнозам ближайших лет, большая часть производства будет, уйдет из крупных компаний. И малые производители смогут напрямую вам продавать большое количество товаров и ожидается, что по некоторым позициям, ну, например, бытовая техника, утюги, кофемолт, там, миксеры и так далее. Вот американские исследователи делали оценки, ожидают, что снизится себестоимость примерно на 30-35%. Стоит дешевле из-за того, что малые производители смогут напрямую, не через крупные компании, уже массивно торговать с вами. Это электронная торговля. Значит, сколько в нее вовлечено? Ну, вот порядка, считается, что сейчас порядка 50% жителей мира, ну, мира, как земного шара. Используют это в университете. Третий возраст пока немножко поменьше. Но мы рассчитываем, что благодаря программе «Цифровая среда», которая реализует российское общество знания и которая конкретно реализуется в виде курсов повышения компьютерной грамотности для кого? Для слушателей Ивановского городского университета третий возраст. Позволит вам с этими технологиями познакомиться, под руководством наставников вместе с ними попробовать, чтобы исключить риск того, что вы ошиблись, что-то не так вели, что-то не так пошло и не получилось. Вот вместе с наставниками на занятиях это попробовать, ну, и потом уже в своей жизни использовать. Там, где вам это выгодно, где выгодно, да там, где вы подешевле можете купить, например. Если мы говорим о товарах и электронной торговли. Следующий слайд. Можно следующий? Значит, следующий блок – это взаимоотношения с банками. Поскольку большая часть, ну, основная часть расчетов происходит вот в этих вот рублях, к которым мы привыкли, пока еще нет цифровых денег, и, наверное, они все не охватят, они какую-то часть только взаимоотношений между производителями охватят. Но большая часть расчетов происходит вот в привычных нам деньгах, пенсию, ну, многие из вас пенсионеры, большинство получают этими деньгами, они поступают в большинстве случаев в банк. Да? Вот. Банки сейчас, и, наверное, вы уже этим начинаете больше пользоваться, предлагают сервисы использования этих денег без нужды приходить в банк или даже без нужды обращаться к банкомату. Пока вы не пробовали. Но вот я, например, этим пользуюсь очень активно. Например, квартплату я вношу со своего расчетного счета в банке. И не хожу в кассу. Многие платежи, например, за обеды своего, ну, сыну, например, я перечисляю, и многие другие я перечисляю, не обращаясь в банк. Банки такие сервисы расширяют. И со следующего года один из крупнейших банков Российской Федерации будет предлагать такую услугу, которая позволит гарантировать надежность использования, дистанционного использования банковских счетов, чтобы мошенники не смогли им воспользоваться, по распознаванию, по отпечатку пальцев и по лицу. Это будет означать, что никто, кроме физически вас, кто не обладает такими же физическими параметрами, не сможет получить доступ к вашему банковскому счету. И это существенно снижает возможности для так называемого интернет-мошенничества. Потому что вот вместе с технологиями расчетов, цифровых технологий расчетов банков, вместе с этим, конечно, идут и некоторые сложности. И многие, ну, кто-то из нас, наверное, сталкивался с так называемым случаем интернет-мошенничества. И банки, не только банки, и государства в первую очередь сейчас работают над тем, чтобы создать технологии, исключающие возможность, ну, мошенничества или злоупотребления в этой сфере, для того, чтобы повысить доверие к такой форме работы. Вот. Ну, а это облегчает жизнь, это делает, требует меньших затрат усилий, времени на то, чтобы совершать повседневные наши дела. Ну, и больше нам времени ставить на то, чтобы общаться с родными, развиваться и так далее. Да. Следующий слайд. Продолжите, пожалуйста. Да. Да. Только один. Один, да. А мне предложили в банке по голосу. Определять, да? Да. Вот, я думаю, это в Сбербанке, наверное. Да. Да? Сбербанк сейчас внедряет эту технологию. Я пока про опыт ее использования не знаю, но я думаю, что за этим будущее. То есть, за подобного рода технологиями обеспечения безопасности, взаимоотношений в интернете есть определенное будущее. Значит, следующий блок вопросов, я тут ему посвятил целых два слайда, это медицина. Значит, что дают информационные или цифровые технологии или цифровая экономика для медицины? Вот здесь выделены основные направления. Это создание автоматических алгоритмов диагностики человека. Этим начали заниматься вообще в 60-е, 70-е годы. Толчком к этому послужил запуск человека в космос. Полет Юрия Алексеевича Гагарина поставил вопрос о дистанционной диагностике состояния здоровья. Космонавт находится на орбите, врача там нет, но для нормального исполнения программы полета нужно гарантировать, чтобы состояние здоровья было хорошее. А если возникнут проблемы, чтобы можно было заранее до того, как они проявятся, об этом узнать и предпринять меры, чтобы исключить сложности во время полета. А к врачу космонавт сходить не может. И вот наш российский институт, он называется «Общебиологических проблем», так официально, а неофициально его название «Институт космической медицины», начиная с 60-х годов прошлого века, разрабатывает технологии, которые позволяют дистанционно ставить диагноз и определять состояние здоровья. Например, используя очень ограниченное количество показателей. Например, пульс, давление, артериальная частота дыхания. Лишь по этим, например, трем показателям можно диагностировать очень широкий спектр заболеваний. Вплоть, например, вот мои коллеги-математики Ивановские занимались разработкой таких алгоритмов, вплоть до возможности, например, диагностики воспаления легких. Ну, не дай бог, что оно случится, но, например, по особым отклонениям в сердечном ритме, можно определить начало возникновения воспалений легких еще даже до того, как его смог диагностировать терапевт, до того, как появились явные симптомы, с которыми пациент идет врачу. Математика и современные технологии это уже сейчас позволяют сделать. Вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы эта информационная система получила этот сигнал. На практике сейчас как это делается? Небольшой браслет, это могут быть обычные часы, которыми вы пользуетесь. В них монтирован датчик, который постоянно снимает кардиограмму вашу. Устройства стали настолько маленькими, что они легко помещаются в часы. Вот этот кардиограф, который в больнице, с помощью которого снимают диаграмму, он помещается в часы, вы просто носит на руке, как обычные часы. Но вместе с этим он снимает кардиограмму и передает ее куда? Он передает в ваш смартфон. А в смартфоне установлена специальная программа, которая анализирует то, что приходит с этого датчика. И когда сердечный ритм показывает определенные отклонения, например, связанные с возникновением простуды, у вас уже начался этот процесс. Вы его еще даже не заметили и не почувствовали. Системы, алгоритмы могут это распознать и вам показать. Сказать, смотрите, у вас есть опасность от возникновения такого состояния. Проверьте, сходите к терапевту или сходите к донтисту, смерите температуру, проверьте. Возможно, у вас там начинается воспалительный процесс. Уж не говоря о случае, когда людей, страдающих, таких ведь тоже немало, страдающих хроническими заболеваниями, например, диагностика обострения хронических заболеваний, она все это позволяет сделать. Технически это часы и смартфон, который вам периодически сигнализирует. Следующий блок – это индивидуализация медицины. Вот имея такой набор параметров ваших индивидуальных, система может помогать врачу быстрее и точнее вырабатывать для вас индивидуальные рекомендации. И касающиеся лечения, но самое главное, потому что лечение – это уже поздно, стадия, которую нежелательно достигать. А профилактически, например, когда постоянно проводя мониторинг вашего состояния здоровья, система показывает, на какие параметры нужно обратить внимание, в которых врач, ну все-таки мы в первую очередь ориентируемся на мнение врача, все-таки информационные системы, они только дают сигнал, они подсказывают, на что надо обратить внимание. Рекомендации даст врач. Вот это позволит существенно индивидуализировать подход к лечению пациентов. Например, даже к лечению натипных заболеваний. Ну не дай бог, бронхитом заболели, и оказывается, что для разных людей существуют нюансы в лечении. Вот. И зная более точно картину и состояние организма, можно даже для таких, ну привычный грипп, там сейчас будет, да. Кто-то из нас прививку получил, кто-то нет. Кого-то сразит, статистика говорит. Вот. И даже лечение таких вот заболеваний, оно тоже требует, ну более эффективно проходит, когда реализуется индивидуальный подход, и вот эти технологии, они позволяют это сделать. Эта система может накапливать информацию о том, насколько успешно было лечение тех или иных заболеваний, и на основе этого подсказывать, какие методы лечения на вас действуют лучше, какие менее эффективны, чтобы не зря тратить деньги на лекарства или не употреблять те лекарства, которые мало эффекта, например, дают. И так далее. Вот. Ну, значит, еще одно направление в медицине, это миниатюризация. Слово, миниатюрную. Ну, как лаковая миниатюра. Миниатюризация лабораторных приборов. Вот если кардиограф становится маленьким, такой, как часы, вы видели, наверное, рекламу по телевидению этих приборов для измерения сахара в крови, например, которые уже имеют совсем карманный характер. И целый ряд других приборов и технологий становятся карманными. Это значит, что, а, например, врач, который приходит к вам домой, ну, по вызову, он с собой может иметь в сумочке, в редикюле, целый набор практически лабораторных приборов, за которыми вам раньше надо, ну, для работы с которыми вам раньше надо было идти в клинику. Он может это сделать на месте, провести эти обследования. Это, во-первых, быстрее, вам не надо идти, быстрее будет поставлен диагноз, быстрее будет назначено лечение и так далее. Вот. Ну, и отдельные компоненты, это вот то, что тоже вызывает с одной стороны большую настороженность, а с другой стороны это уже является частью нашей повседневной жизни, это создание заменителей человеческих уровней. Ну, вот, система имплантации, она, например, достаточно давно известна, уже много десятилетий, ну, например, при случаях тяжелых переломов, например, используют металлические, например, имплантанты, которые позволяют человеку восстановиться, в некоторых случаях просто заменяют отдельный участок. Вот новые технологии, которые называются аддитивными, я еще одно ругательное слово использую. Аддитивные, это добавляющие, add, добавлять от английского слова. Это технологии, которые позволяют создавать очень сложные конструкции, необычайно сложные, которые традиционными методами сделать нельзя, и, например, сейчас система протезирования, система имплантантов активно эти технологии используют, сейчас их могут делать, а, такой формы и такого качества, которое на стандартных, там, токарных, фрезерных или еще каких-то, как сделать было нельзя, это одно, а второе, что может быть даже более важно, это суперсложное производство теперь может находиться там практически в любой клинике. К этому идет дело. Ну, например, вы, может быть, слышали вот телесюжеты Ивановский, что в 7-й горбольнице, например, вот наши хирурги-травматологи уже используют пока упрощенный вариант, но тем не менее они делают индивидуальные фиксирующие повязки для тех, у кого произошел там перелом или травма руки или ноги, они по руке делают индивидуальный не слепок, а с помощью специального фотоаппарата фотографируют руку и потом на специальном принтере, который печатает пластик, они делают индивидуальный гипс из пластика, подходящий конкретно под мою руку или под мою ногу. И это намного более гигиенично, намного более эргономично, они намного легче, чем стандартные гипсы, которые сами по себе создают проблемы, кроме того, что человек еще болеет. Вот это уже доступно в Иванове. Это может быть размещено в любой поликлинике, и, например, можно сказать, что в ближайшее время, это практически точно, что, например, таких традиционные, традиционные виды гипсов, например, уйдут, и заменят такие пластиковые, индивидуально для каждого человека изготовленные фиксирующие элементы, которые сделают лечение, реабилитацию после травм намного более комфортно, менее болезненно и быстрее, и нам удобнее для людей, например. Следующий слайд. Значит, вот одним из больших блоков медицины является так называемая телемедицина. Сейчас в Российской Федерации принято законодательство, которое бы позволяло реализовывать услуги телемедицины. Слышали, вам про такой термин приходилось слышать? Телемедицина. Ну вот помните Кашпировского? Он делал лечение, проводил по телевизору. Помните или нет? Да. Так вот, телемедицина — это другое. Это не то. Ну, теле — это удаленное. Значит, что она предполагает? Эти технологии тоже сейчас используются, и они становятся тоже все более и более доступными. Например, в сложном случае надо получить консультацию очень специализированного врача, специализирующего в каком-то особом виде болезни, которых таких врачей вообще очень мало. Ему нужно передать в режиме реального времени, то есть прямо от пациента, диагностическую информацию. Это может быть рентгеновская информация, кардиограмма и так далее. Может быть, очень сложный комплекс параметров, которые на расстоянии этот врач, находясь в другом городе, ну, часто, конечно, в Москве, в Питере, в Новосибирске, вот, получаете данные прямо в режиме реального времени от пациента. Пациент сидит в кабинете врача в Иваново, а его фактически осматривает врач-специалист, находящийся в другом городе. Причем как осматривает? Не просто на экране телевизора видит, он видит весь нужный ему набор параметров, вплоть до рентгена, УЗИ и так далее. Все это передается на расстояние, на основе этого может прямо в режиме реального времени ставить диагноз, а сейчас уже, и эти технологии уже тоже реализованы, они постепенно становятся массовыми, на расстоянии можно делать операцию. Ну, вот это реальность. То есть, понятно, что, конечно, само состояние оперативного вмешательства никому из нас неприятным и желаемым не кажется. Но в жизни такие обстоятельства возникают. Иногда это требуется. И вот сейчас технологии уже таковы, что операцию фактически на операционном столе технически выполняет робот, которым управляет хирург, находящийся на очень большом расстоянии. И такие операции сейчас проходят, и они в некоторых клиниках, правда, за рубежом, но сейчас и у нас внедряются, они уже входят в практику. Что это дает? Это, например, дает возможность при, конечно, вот определенном страхе к отношению к таким вещам, вот, оно дает возможность, например, в какой-то, в районной ЦРБ провести операцию, иногда экстренную операцию, иногда операцию, от которой просто зависит жизнь человека, провести ее, привлекая очень высоко квалифицированных специалистов, которые находятся в другом месте или в другом городе. Это кажется немножко фантастическим, но это то, что реализуется сейчас на практике. То, что будет входить в быт, это то, что я в качестве примера вам приводил. Это микроприборы, которые будут замерять параметры вашего состояния здоровья и передавать это врачу. То есть не в том случае, когда они на ваш передают смартфон, а эти же параметры они могут передавать в больницу через специальную службу, и там врач может периодически видеть, как идет изменение состояния вашего здоровья. Ну, в первую очередь, когда это надо? Когда, например, ведется лечение интенсивное? Это дело не повседневной практики, но если человек заболел, и он лечится, то врач дистанционно может видеть, как идет лечение, ну, то есть какие результаты дает лечение. И делать это не только на основе субъективной оценки самочувствия пациента, а на основе оценки объективных параметров, которые он получает в любое время. Вот это технологии активно внедряются в Германию. Вот у нас один из благотворительных фондов, в частности фонд Елены и Геннадия Димченко, сейчас вкладывают средства в то, чтобы адаптировать эти технологии к нашим условиям, ну, к нашим вопросам организации медицины и так далее, внедрить их для того, чтобы наши врачи и наши пациенты могли этими услугами пользоваться. До нынешнего времени, вот до 2019 года, это очень сильно затруднялось, продвижение таких технологий тем, что у нас были ограничения в законодательстве. В частности, вы, наверное, знаете о том, что врачу по закону запрещено ставить диагноз не в виде лично пациента. Поэтому, когда вот мы звоним своим даже знакомым врачам, ну, и говорим, вот у меня там что-то заболело, ты мне поставь диагноз, говорит, я этого сделать не могу. Ну, и в каких случаях из соображений медицинских и этики, а в каком-то смысле и в силу требований закона. Вот сейчас закон изменяется таким образом, что он дает возможность тогда, когда это целесообразно, когда пациент к этому готов, когда к этому готов врач, проводить мониторинг и корректировать, например, лечение, ну, используя дистанционные технологии. Это может быть и во взаимоотношениях с вашей, ну, с РБТ или клиникой по месту жительства, например. Вот, если, не дай бог, кто-то из нас заболел, терапевт оставляет этот прибор, ну, он будет в виде, там, часов, браслетика, который у вас будет на руке, он будет замерять ряд параметров вашего организма, и пока вы лечитесь, передавать, ну, не кому-то, передавать вашу лечащую врачу, терапевту, например, или какому-то профильному специалисту, который назначил вам лечение, прописал, там, курс антибиотиков или еще что-то, и он каждый день, он с утра пришел, у него есть пациент, он посмотрел, как идет дело. У кого-то есть положительная динамика, а у кого-то, там, два-три дня нет положительной динамики, значит, наверное, ну, не надо ждать, надо корректировать лечение и так далее. Вот это то, что тоже в ближайшее время ожидает, и, как кажется, эффективность вот медицины повысит. Искусственный интеллект. Кто из вас с искусственным интеллектом сталкивался? Доводилось, да. Ну, я вот, там, взаимодействую с искусственным интеллектом. Каким образом? Например, когда управляю автомобилем, приезжаю в незнакомый город, ну, это может быть Кенешм или Тейково, или Москва, я иду в Кенешму, в школу номер 18, я редко бываю, там, забываю, как проехать, я смартфону говорю, включаю, говорю, как проехать в школу номер 18. Слышали так. А? Да, говоришь, как прям, говоришь, ну, как проехать в школу номер 18 в Кенешм? Да. И он не отвечает, говорит, поверните направо, через 100 метров поверните налево, вот. То есть он не просто говорит чего-то, а он понимает, чего я хочу. Вот у меня сын, я так еще не делаю, он уже, ну, когда бабушке звонит, или мне, или маме, он уже не набирает номер, как я, он говорит, позвонить бабушке, и телефон сам находит номер, набирает и звонит бабушке. Он уже не тратит усилий, там, чтобы даже выбрать, там, в списке бабушку. А? Ну, разные, вот, на базе Андроида есть разные приложения, но это лишь простой пример, ну, сказать, нам нетрудно пальцы вкнуть, так для этого нам особый искусственный интеллект не нужен. Вот. Ну, а, например, найти решение в каких-то бытовых ситуациях, там, сломалось, не включается стиральная машина. У меня там электрическая плита, я не ту кнопку нажал, просто она на самом деле не сломалась, я какую-то комбинацию кнопок нажал, и реально не могу включить. Вот я взрослый человек, стою и понимаю, что я перед ней растерянный. Вот искусственный интеллект, например, для таких ситуаций, это тоже сейчас уже активно внедряется, он позволяет решать задачи. Например, говоришь, у меня не включается стиральная машина. Он спрашивает, какой марк у вас крайняя машина? Говоришь, у меня Samsung вот такая. А что у вас на экране? Говоришь, вот у меня горит такая лапочка. Он говорит, ну, тогда, наверное, проверьте вот это. Нажмите, попробуйте на эту кнопку. Ты говоришь, нет, не получилось. Он говорит, тогда, возможно, вот это сочетание кнопок. Ну, например, такой вот помощник, подсказчик, вот, не говоря уж о том, как ориентироваться, там, например, в магазине, на улице, когда придет транспорт. Например, сейчас уже в Москве это реализуется, и в ближайшее время, то есть все технологически, в принципе, готово, чтобы у нас, в Иваново, это сделать, например, это, например, отслеживать маршруты транспорта, например. Вы выходите, говорит, я хочу доехать, там, до проспекта строителей отсюда. Вам говорят, лучше идите на эту установку, сейчас туда придет маршрутка. Он знает, какая маршрутка там. Ну, маршрутный автобус номер 20, он через две с половиной минуты придет на эту установку, потому что эта система уже знает, что он там, он едет. Вот это уже есть, ну, в Москве это есть, и кто, как бы хочет, этим уже пользуется. Вы, в одном, к этому инфраструктура готовы, и потихонечку, наверное, это будет приходить в жизнь, и вы будете, выходя на установку, говорить, там, там, или еще находясь дома, будете говорить, я собираюсь на проспект строителей туда поехать. Когда мне из дома выходить? Вам говорят, выходите через пять минут, и как раз вы даете до остановки к тому моменту, когда туда придет автобус. Это реальные вещи совершенно. Все это с вами увидим здесь, а в Москве, если вы поедете, вы можете это просто испытать. Вот этот искусственный интеллект, такой, как бы, помощник, мне кажется, он вполне, вполне разумная вещь. Я же не говорю, там, про кулинарные рецепты, еще что-нибудь, там, хочу приготовить пирог, он говорит, вот так, так. Причем, вот этот искусственный интеллект, например, он позволяет определить, там, правильно ли вы, там, ингредиенты положили. Например, вы их фотографируете, он смотрит, говорит, много или мало, и говорит, еще не доварен. А? Вот. Эти технологии сейчас пока активно используются пока в производственном процессе. когда, например, человек что-то делает, искусственный интеллект за этим смотрит, не с точки зрения, ну, контроля, а с точки зрения оценки, все ли, ну, там, правильно, говорит, смотри, ты еще забыл вот это сделать, или размер неточный. Он видит, понимает, и человек подсказывает. Вот это уже на современных производствах работает. Говорит, не забудь включить вот это, кнопку ты забыл включить, елки-палки. Там, вставь эту заготовку. Он вместе с человеком видит, несколько камер смотрит, и они оценивают, что у человека происходит, и с одной из тем, как это должно быть. Ему выдает подсказочки. Вот. И повару могут выдавать подсказочки так. Всем остальным, вот эти подсказочки, подсказчики, они будут приходить в жизнь. Все это вот есть. Давайте дальше. Вот эти искусственные помощники реализуются в форме таких программ, которые называются боты. Не слышали? Кто-то слышал, кто-то нет. Я вам тут много слов наговорил, неприлично. Вот еще одно потерпите, просто чтобы вы не боялись. Бот — это вот специальная программа, которая соединяет искусственный интеллект и вас. Вот как раз который говорит или пишет. Вы ему пишете, там, где дешевая гречка? Или где хорошая гречка? Ну, это же разные вещи. В этом чате он говорит, хорошая гречка вот в этом магазине, а дешевая — вот в том. Какая вам нужна? Вот эти программы, которые соединяют искусственный интеллект и человека, называются боты. Они как-то, ну, говорят, учат, ну, как-то. Дают возможность говорить. Поэтому, если вы где-то услышите бот, вот, имейте в виду. И сейчас в интернете, когда, ну, например, в какую-то компанию пишут, вы в банк, там, если по интернету что-то будете отправлять, то первый ваш контакт будет с ботом, а не с человеком. Когда в интернете, там, в эту, оператору, сотовому звоните, куда-то, сначала сейчас контактирует бот. Он для чего контактирует? Он пытается понять, кто вам нужен, и уже после этого передрессовывает тут нужному человеку. Он еще сам смотрит, кто свободен, и туда, значит, ну, соединяет. Вы ему объясняете, как можете, в чем проблема. Ну, как можете там. Что, дед у меня там не проходит, это не получается. И боты уже достаточно умные для того, чтобы понять, кому специалистов вас направят. но постепенно они будут умнеть, и они умнеют, и часть уже вопросов они будут за человека решать. Они будут говорить, ну, вот, как мы говорили, нажми сюда, профита, сделай то, переведи сюда, чистись, понятно, что человека не заменят. Дальше, следующий слайд. Вот важный момент цифровых технологий это взаимоотношение машины и человека, вот, и то, что будет развиваться, это технологии, которые будут позволять машине лучше понимать, чего хочет или чего не хочет человека. Вот, сейчас технологии, например, эти уже активно разрабатываются, используются, например, для взаимодействия компьютеров с людьми, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе с ментальным здоровьем. Иногда человек не может выразить правильно, и иногда просто у человека нет возможности речь нормальной воспроизводить, и машины сейчас уже очень много умеют, что распознавать о человеке по его выражению лица, по движению глаз и так далее. Тоже многих эти технологии настораживают, потому что такие машины и такие алгоритмы, конечно, могут быть использованы теоретически для того, чтобы, ну, как-то понимая нас, пытаться манипулировать, ну, что делают, например, маркетологи активно, но в этом смысле вот что нас ожидает, это, наверное, тоже изменение законодательства, которое, с одной стороны, не мешало бы цифровым технологиям делать жизнь людей проще и лучше, а с другой стороны, исключало бы возможность, ну, как минимум, ограничивало возможность злоупотреблять этим, потому что сейчас машины уже начинают понимать, что думает человек, читать мысли машины могут, не все, но некоторые могут, вот я привожу пример своего сына, он занимается в кружке робототехники, они делают роботов, которые, ну, понимают мышечные импульсы, ну, например, можно дистанционно роботом управлять, вот, это дети делают, и сейчас они начинают делать роботов, которые понимают мысли, то есть, что можно управлять роботом, просто думая о том, что-то хочет, чтобы он сделал. Вот это уже есть. Сейчас изучают, как с этим работать. Нет, нет, это реально работает, просто я сам видел с вами глазами, теперь не видел, я не стал вам рассказывать. Машина понимает, компьютер сейчас учится понимать, что вы думаете, когда с ним общаетесь, например, кто из вас пользовался компьютером поисковыми системами Яндекс? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, уже больше 30, мне кажется, человек пользуется, там найди магазин и так далее. Так вот, сейчас уже есть технологии, они только появляются, но они, я думаю, будут активно приходить. машина может понимать, нравятся вам эти результаты, подходят они вам или нет, он вам выдает результаты, и вы ему ничего не сказали, на кнопки не нажимали, он понимает, это подходящий для вас результат или нет, он дальше следующий выдает, до тех пор, пока вам не выпадет результат, который вас удовлетворит, про который вы подумаете, это то, что нужно. Вы просто смотрите на компьютер, он вам выдает до тех пор, пока вы не встретите результат, который то, что нужно, вам даже кнопки не так нажимать вот это то что сейчас приходит в жизнь кажется фантастическим немножко опасным а он еще не подошел а мужики в технику подскажет что он хочет вас на свидание пригласить дальше следующий слайд быстренько технологий который сейчас в россии реализуются ряд городов входят в такой пилотный проект по использованию вот этих технологий на которых мы говорили для управления городским хозяйством начиная с того чтобы расписание транспорта было более удобно ну чтобы меньше было битком ну и чтобы не ходили пустые автобусы потому что и битком плохо людям неудобно и пустые автобусы когда ходят это тоже дорого это на цене отражается вот управление светофорами то есть например в москве в крупных городах уже это есть сейчас это будет распространяться управлять светофорным движением тоже будет искусственный интеллект он будет видеть сколько машин где стоит и в зависимости от этого не уже палкой а искусственный интеллект будет включать выключать светофоры для того чтобы улучшать вот эту пропускную способность в сфере жкх это оптимальное тоже использование ресурсов но и ожидается что это может дать экономия там до 15 может быть где-то 20 процентов ресурсов потребляемых жкх вот ну и контроль соответствующих качеств и так далее много чего здесь будет происходить постепенно это будет внедряться в нашу жизнь но скоро здесь во многом определяется техническими задачами то есть приходится много железяк других делать ну чтобы они могли с умными системами взаимодействовать ну и наши привычки тоже надо к этому привыкать ну мы вроде привыкли в подъездах уже что свет включается этими датчиками да большинство и кажется что это разумно приходишь включается выходишь выключается экономно и хорошо дальше следующий слайд то что в российской федерации в части законодательства происходит вот эти изменения сделают интернет ну и цифровые технологии вообще более доступными с одной стороны а с другой стороны очень важно будет обеспечивать их безопасность то есть чтобы вот это проникновение технологии в нашу жизнь не несло с собой опасности которые конечно любое любая новая технология может приносить но газом не пользовались в домах были печки иногда не случаются пожары провели газ иногда сейчас показывают взрываются ну от газа да ну а то что сказать от газа отказаться тоже не было бы разумно вводить регламенты которые исключают это нужно следующий слайд мы с вами заканчиваем и вот то что делает российское общество знаний которое я в данном случае представляю это реализацию нового образовательного стандарта новой профессии создание новой профессии которая называется цифровой куратор это люди которые будут обучены профессионально тому как внедрять помогать людям внедрять эти цифровые технологии в жизнь но начиная от того чтобы знакомить чтобы узнали и посмотрели что полезно что не нужно что лишнее а где опасность есть а что нужно сделать чтобы использовать эту технологию вот создание новой профессии которая так сокращенно называется цифровой куратор сейчас занимается российское общество знаний этой профессии мы планируем обучать начиная ребят с 11 класса то есть самые базовые уровни этих профессиональных компетенций будут получать 11 классники студенты вузов ребята ну и до уровня высокой компетенции это уже полноценные специалисты те которые будут заниматься конкретно внедрением в жизнь помощи внедрение в жизнь цифровых технологий не разрабатывать их а адаптировать помогать чтобы с ними было удобно работать следующий слайд вот в этой связи планируется силами этих цифровых кураторов во всех регионах россии обучение до 2024 года примерно порядка двух миллионов человек ну жителей страны не только пенсионеров и тех кто занят на производстве всех знакомства с новыми технологиями и делать это будут силами цифровых кураторов я надеюсь что эта программа начавшаяся в этом году в ноябре Иваново вошло в 9 пилотных регионов где мы пробуем эту систему создавать дальше следующий слайд ну и кто-то из вас следующий слайд уже побывали на курсах в том числе нашим партнере Ивановичем государственном политехническом университете в котором вы сейчас находитесь который является партнером этой программы и в рамках своего партнерства что он делает кроме того что этот зал предоставляет для наших с вами встреч он еще и предоставляет возможности для проведения курсов компьютерной грамотности в которой со следующего года я надеюсь будут более активно участвовать наши цифровые кураторы которые будут не только помогать осваивать базовые навыки использования компьютеров как включить как отправить электронную почту и так далее но и помогать вам уже в жизни использовать те технологии о которых я сегодня вам говорил следующий слайд ну и это в общем может стать таким более профессиональной деятельностью но и ваших контактов в том числе и с молодежью с вашими внуками с вашими детьми уже в качестве профессионалов в которых они действительно ну чувствуют себя увереннее я вот точно знаю что даже увереннее чем я хотя я вроде бы кажется что продвинутый пользователь вот я вас благодарю за внимание я очень рад состоявшейся нашей с вами встречи я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом Аплодисментом В дальнейшем хочется успехов активистов и удачи во всех подобных причинах только спасибо за приятного и удачи Спасибо.